Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видеообзоре я хочу показать вам бесплатный плагин для WooCommerce. WooCommerce – это интернет-магазин на WordPress. Плагин, о котором я хочу поговорить сегодня, позволяет в автоматическом режиме отправлять уведомления в Telegram-канал, в группу, о новых заказах в WooCommerce. И не только о новых заказах в WooCommerce. Уведомления попадают, как обычно, и в почту, которая привязана к вашему интернет-магазину, также и в Telegram-канал. Это очень удобно. Для многих это будет очень полезно. Также и сообщения, которые могут быть отправлены через ВКонтактформ 7, также и при создании записи в блог, или при создании товара, добавлении товара в магазин, даже эти уведомления могут быть также отправлены в ваш мессенджер Telegram. Меня зовут Федор Васильев, и давайте в этом видео посмотрим, как настроить данный плагин. Итак, прежде чем мы с вами посмотрим настройки плагина, которая позволяет производить отправку уведомлений в ваш Telegram-мессенджер. Давайте посмотрим на моем тестовом сайте в работе вот эту данную конструкцию взаимодействия нашего магазина с мессенджером Telegram. У меня уже все готово. Давайте проверим. Есть у меня некий товар. Я нажимаю «Добавить в корзину». На странице «Оформление заказа» заполняю все данные, «Подтвердить заказ». И вы видите, тут же у меня приходит снизу уведомление. Развернем давайте. То есть у меня на компьютере установлена декстопная версия Telegram. Смотрим. Вот у меня созданный здесь специальный магазин, группа. И сюда вот у меня приходит заказ. Номер заказа, количество, цена и данные клиента. И сразу можем отсюда прямо по заказу кликнуть, перейти. И эта ссылка, если мы с вами авторизованы на нашем сайте, сразу нас отправит именно в заказы в e-commerce, именно с админки, кому удобно просмотреть. В общем, здесь все это очень круто устроено. Платить за это не надо. Достаточно бесплатного плагина. У меня удалось это все настроить за счет бесплатного плагина. Единственное, что нужно позаботиться о том, если вы используете Telegram только на смартфоне, удобно его будет настроить. Я не знаю на смартфоне, можно ли настроить его или нет, вот именно взаимодействие с вашим сайтом. Но я настраивал именно декстопную версию, то есть компьютерная версия Telegram. Она скачивается с официального сайта Telegram. Зайдите, скачайте, установите, сделайте синхронизацию со своим телефоном. И все, можем приступать к настройке. В админке с сайта перейдем в плагины «Добавить новый». В поле поиска я вбиваю просто «WP Telegram». Это название плагина. Вот находим его здесь. Вот так он называется. «20 тысяч активных установок обновлен два месяца назад». Я уже установил, активировал, естественно. Вы нажимаете здесь «Установить», а потом нажимаете «Активировать». После активации данный плагин у вас появится вот здесь. Переходим сюда. И здесь, естественно, есть у этого плагина и Pro-версия. Я даже, честно говоря, не знаю, какие там опции есть у нее дополнительные. Но нам хватит бесплатной версии плагина. Смотрите, что он умеет. Первое – вкладка «Basic». Основные настройки. Нам нужно сначала произвести основные настройки взаимодействия с Telegram. Вот эта вкладка будет позволять включать уведомления, например, когда создана новая запись. То есть именно создали, нажали «Опубликовать», и вам в Telegram улетела информация. Можно это сделать. Или создан товар. Но я буду показывать в этом видео именно отправку уведомлений, когда человек положил в корзину товар и нажал «Заказать». Это настраивается вот здесь. «Private Notification». У вас будет вот так вот. Выключено. Вы включите. И надо произвести настройку. И переходим на вкладку «Basic». Давайте выполним вот эту вот настройку. Здесь есть видео на английском языке. Я так понимаю, это разработчика. О том, как это сделать. Вот у меня декстопная версия есть. Вот у меня есть магазин, который я создал для тестового сайта. Давайте еще раз эту процедуру проделаю, чтобы вы видели, как это все настраивается. Выполняем шаги, которые указаны здесь. Первый шаг. Нам говорится, нам нужно скопировать название бота. Открываем мессенджер Telegram. В поле поиска ищем его здесь. Видим, вот эта иконка разработчика плагина. Он ее использует, да? Нажимаем на нее. Как только я нашел этого бота, здесь есть кнопка «Запустить». В мессенджере нажимаем «Запуск». Далее мы вот здесь вот копируем эту конструкцию. Возвращаемся опять в мессенджер. В поле поиска вставляем. И нажимаем «Отправить уведомление». Здесь нам в сообщении говорится, что мы должны создать своего бота. И ниже в чате его отправить. Давайте дадим название. Я назову его вот так. Смотрите, что названия могут быть заняты. Я нажимаю «Отправить». И нам нужно обязательно увидеть вот такое сообщение, где говорится «Good». То есть «Хорошо». Теперь нам нужно создать название обязательно, чтобы оканчивалось на слово «Bot». Также здесь я в сообщении вставляю. Ну, я вставил то же самое, еще подписал вот здесь вот «Bot». И нажимаю «Отправить». Видимо, нельзя было использовать подчеркивание, точнее «Тире». Слитно я написал произвольное название «Магазин 2.Федор.Бот». Вот. Нам нужно обязательно, чтобы нам робот выдал вот такого рода сообщение, где написано «Дон готово», где нам дадут API. И вот этот код ниже. У вас будет, соответственно, он свой уникальный. Далее я просто мышкой кликаю левой кнопкой мыши по своему IP. Он у меня копируется. И нам нужно на вкладке «Basic» основной вот здесь вот вставить данный код. И нажать «Проверить». И дождаться, чтобы был результат. Вот у меня результат. Зелененьким подсвечивается, что все хорошо. Нажимаем «Сохранить изменения». На этой странице мы как бы подключились. И осталось настроить, что нам нужно. Получать уведомление, когда мы или, возможно, наш сотрудник создает запись в WordPress или создает товар. И нам это улетает в Telegram сразу же моментально. Тогда это настраивается здесь. Опять же, при настройке вот этих вот опций, здесь вы решаете, запись ли будет отправляться, товар ли будет приходить к вам. При создании самой записи там можно будет указать галочку «Отправлять в Telegram» или «Не отправлять». Также и при создании товара. Но меня сейчас больше всего интересует вот именно «Private Message». Давайте настроим именно отправку заказов с нашего интернет-магазина в WooCommerce. Но сначала здесь нужно разобраться. Уведомления вы можете с этого плагина получать как и канал, так и в группу. Так и туда, и сюда можно. Это помечается, видите, вот иконочками. Иконочка граммофона, иконочка два человечка. Соответственно, вот у меня создана тестовая два человечка. Это группа «Магазин 1». А есть просто мой аккаунт, чтобы ко мне сюда прилетала с иконочкой такого вот граммофона, если я правильно называю. Это канал. Я хочу показать именно отправку в группу. Группа есть. И давайте я сразу покажу новой группой. То есть я нажимаю вот сюда на иконку «Создать группу». Название будет «Магазин 2». Я хочу, чтобы именно сюда все заказы с этого сайта прилетали. Можно выбрать какой-то свой логотип. Далее. И здесь видите, инструкция разбита на два шага. Мы сейчас будем проверять вот этот второй шаг, потому что именно отправка в группу. Нам надо выполнить вот эти три шага. Вот это мы с вами не трогаем. Это отправка именно уведомлений именно в канал. Смотрите, что нам нужно сделать. Первый шаг. Вы копируете так же, как и я. Отсюда название бота. По своей группе кликаю. Потом кликаю вот сюда. Появляется окно. Участник это я здесь в своей группе. Вы скорее всего тоже здесь будете. Нажимаем вот сюда. Ищем в поле поиска наш бот. Вот он с его иконкой. Выбираем. Добавить. Он автоматически дает нам код и выходит из группы. Мы кликаем левой кнопкой мыши по этому коду. Текст скопирован. Вот здесь в поле ниже добавить. Вставляем код. Оставляем пока так, как есть. И выполняем третий сразу шаг. У меня свой бот, который я создал ранее. У вас свой здесь будет. Открываем мессенджер. То же самое. Вот сюда кликаю. Добавить. Обязательно. Ищем. По сути наш созданный ранее бот. Выбираем. Добавить. И если я сейчас посмотрю, то видите, в участниках я здесь остаюсь. То есть я как владелец. Федор 73 тут я есть. И вот мой бот. И теперь вот здесь я нажимаю тестировать. Всплывает окно. Здесь можете написать тестовое сообщение. Нажимать ок. Все. У вас должно быть успешно. И сразу уведомление приходит. Смотрим уведомление. Это тестовое сообщение. То есть сообщение работает. И вот здесь успешно. И нажимаем внизу кнопку сохранить. Также здесь есть настройки HTML. Отправка. То есть в каком виде будет отправляться. Обязательно email должен совпадать. Email тот, куда у вас улетают на почту все. Заказы. Также если мы с вами перейдем в WooCommerce. Настройки. Email. Новый заказ. Обязательно тоже должен почта быть та же. На этом настройка практически у нас закончена. Именно будут приходить заказы в группу. Созданную вот здесь. Вот мне хочется, чтобы в группу приходило. Вот логотип. Вот магазин. Магазин 2 названия группы. Все чистил. Сейчас вы видите, ничего нет. Перехожу в какой-нибудь товар. Пускай будет 5 единиц товара. 5 штук. В корзину. Оформить заказ. Пишу данные плательщика. Ну, вымышленные, грубо говоря, данные. Вписываем. На 750 рублей. Нажимаю подтвердить заказ. И моментально, вы сами это видите, приходит уведомление. Давайте откроем. Телеграм. Заказ номер. Ссылка на админку на этот конкретный заказ. 5 единиц товара. 750 рублей. И информация плательщика. Нашего клиента. Все работает. Все доходит. Очень круто. Пользуйтесь. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Пока-пока.